приветствуем всех участников проекта библия читаем вместе это подкаст советы для практики и мы специально решили давать небольшие советы которые будут полезны вам для практического применения при чтении и размышления над священным писанием и первое с чего я хотел бы сегодня начать это с омлета вы спросите при чем здесь омлеты библия я объясню в детстве когда мы были в детском саду или в школе я помню эти омлеты высокие пышные просто здоровенные и меня всегда удивлял вопрос как получаются такие омлеты в школьных столовых потому что когда я приходил домой и пробовал делать омлет у меня всегда получалось что-то плоское на какое-то время яичная масса поднималась и потом она сдувалась и получалось просто такая же тоненькая лепешка совершенно не похожая на тот омлет который я видел в школьной столовой и дело не в том что я не использовал те ингредиенты которые использовались в столовской раскладке нет важно было оказывается выдерживать всю последовательность во всем этом процессе приготовления омлета и если у вас уже был какой-то маломальский опыт в приготовлении омлетов то вы понимаете что разбить яйца и просто взбить их вместе с молоком недостаточно чтобы получить высокий пышный омлет в общем к чему я привожу весь этот пример сам летом к тому чтобы вы могли понять что если не соблюдать правильную последовательность не соблюдать пропорции в приготовлении того или иного блюда спустя время вы не получите ожидаемый результат да вы видели картинку которая должна была получиться из этого блюда да вы вроде бы собрали все необходимые компоненты но вы не учли пропорции вы не выдержали время вы сделали что-то не в правильном порядке и в результате не получили ожидаемый результат так вот говоря о нашем взаимодействии с богом через божье слово нам также важно знать что бог дал инструкцию того каким образом нам необходимо обращаться с божьим словом со священным писанием и книга иисуса навина 1 глава бог обращаясь к молодому лидеру говорит следующее с 8 стиха да не отходит это книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь чтобы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно и начало этого 8 стиха звучит так да не отходит сия книга закона от уст твоих нам привычно было бы прочесть следующим образом да не отходит сия книга от глаз твоих читай ее но бог говорит я хочу чтобы эта книга звучала в твоих устах да не отходит эта книга закона от уст твоих сегодня нам более свойственно слушать мы даже не так часто читаем глазами как перешли в режим постоянного слушания эфир настолько сегодня заполнен проповедями различными учениями хорошими замечательными но мы настолько адаптировались к тому чтобы слушать 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 менять одну информацию на другую переходить одного проповедника к другому и многие в таком режиме постоянного слушания проповедей которые вращаются вокруг каких-то мест писаний толкование мест писания такие слушатели зачастую давая самим себе оценку если бы кто-то спросил ты прибываешь в божьем слове он бы сказал конечно я постоянно питаюсь божьим словом я постоянно слушаю божье слово я слушаю проповеди и мы не против того чтобы слушать проповеди мы сами проповедуем и то что вы слышите вы слушаете сейчас проповедь но если мы будем оставаться только в позиции слушающих то мы не сможем получать должного результата точно так же как я не мог получить должного результата ожидаемого высокого омлета почему потому что я не точно соблюдал все необходимые инструкции в восьмом стихе бог говорит я хочу чтобы эта книга не отходила от твоих уст не от твоих ушей и даже не от твоих глаз я не просто хочу чтобы ты слушал своими ушами чью-то проповедь я даже не столько заинтересован в том чтобы ты только почитывал я хочу чтобы твои уста говорили то что ты читаешь вы скажете но это все к тому чтобы мы просто читали вслух библию так бы сразу и сказал да я не против того чтобы вы могли читать библию вслух мне это тоже хорошая практика и в этом есть свой плюс но больше к чему бы я хотел поощрить каждого из вас это к тому чтобы вы сами стали первым и самым главным проповедником для самих себя и для того чтобы вы перешли в этот режим проповедующего самому себе как это и говорит бог иисусу навину призывая его говорить божье слово озвучивать его для кого да прежде всего для самого себя точно так же чтобы вам войти в этот режим или занять такую позицию вам прежде всего необходимо отключить старый режим какой старый режим режим только слушателя и если сейчас вы слушаете это аудио в подкасте или слушайте все подкасты библия читаем вместе где мы и читаем местописание затем видим размышления это здорово но более ценно это когда вы лично сами уединитесь откройте свою библию и прочтете весь тот текст который мы читаем на данном этапе но опять-таки повторю наша цель не начитаться не просто внести дисциплину чтения библии наша цель чтобы процесс чтение писания перешел в некое говорение а логически мы понимаем с вами что для того чтобы о чем-то вам говорить вам необходимо из пункта прочитал перейти к пункту размышляю что-то вижу виду рассуждение и затем говорю об этом поэтому для того чтобы это выходило из ваших уст мы понимаем что важен правильный качественный процесс размышления над божьим словом и есть конечно крайности и с одной и с другой стороны можно в такие дебаты и в такие рассуждения зайти что лучше бы ты молчал чем ты начал такое говорить вокруг слова божьего что ты начал говорить многие атеисты неверующие люди ведут такие дебаты вокруг священного писания что диву даешься как ты смог таким выводом прийти размышляя над божьим словом но когда мы правильно ведем размышление над писанием не сами но умея взаимодействовать с автором этого текста со святым духом тогда наши размышления будут приходить к правильным выводам мы будем видеть верные картины а значит уже из правильных размышлений приходить к правильным рассуждениям словам которые будут исходить из наших уст и тогда обещанный результат восьмого стиха когда да не отходит вся книга от уст твоих поучайся вне день и ночь ты тогда получишь эффект жизнь успешная и во всем ты будешь поступать благоразумно тогда мы получим желаемый результат или вернее обещанный результат от взаимодействия с божьим словом как бог и пообещал это иисусу навину и как раз проект библия читаем вместе мы и создали не как продукт но очередного слушания ну вот есть много проповедников давайте вот и нас послушайте нет это инструмент для того чтобы вы могли и читать и вести правильные размышления над божьим словом всякий раз обращая свое сердце к взаимодействию со святым духом и при этом введя свои размышления над божьим словом приходя к каким-то правильным выводом для этого вам прежде всего необходимо все таки это перейти в личное ваше взаимодействие с божьим словом то есть не остаться в позиции только слушателя во вторых лично открывать эти места описания читать их и просить святого духа вести ваше размышление над божьим словом открывать вам какие-то истины из божьего слова и тут же мы добавили к каждому подкасту внизу в каждом подкасте под каждым видео вы найдете дополнительные вопросы связанные с этим текстом которые помогут вам вести свои размышления может быть заметить то чего вы не заметили сакцентировать внимание на том что вы пропустили эти дополнительные вопросы будут помогать вам в том чтобы более ясно рассмотреть ту картину которую вы только что прочли в том или ином тексте и так короткие советы из этого аудио следующие не оставайтесь в режиме слушателя второе займите позицию личного взаимодействия с божьим словом не забывайте каждый раз занимать позицию смиренного человека ищущего того чтобы святой дух мог помогать вам понимать божье слово используйте дополнительные вопросы которые мы прилагаем каждому подкасту и мы верим когда вы правильно будете комбинировать все эти составные у вас получится хороший и качественный омлет или хорошее размышление над божьим словом аминь и так эта рубрика советы для практики мы хотим каждый раз между подкастами давать вам небольшие советы которые будут помогать вам в ваших личных размышлениях над божьим словом она сегодня нам пора заканчивать всем спасибо за внимание благословений